Будущее украинских городов, привычный скотовозкий или современный электротранспорт, Униан, Украина. Александр Куницкий, Униан, Украина. 29 апреля 2019 года. Украина находится в роли постоянного догоняющего западный мир в области развития транспортной отрасли. Однако, у нашей страны есть все шансы исправить такое положение дел. Уже через 10 лет положение дел украинской транспортной инфраструктуры должно кардинально измениться. Так, согласно национальной транспортной стратегии до 2030 года, которую одобрил Кабинет министров Украины несколько месяцев назад, Украина постепенно откажется от дизельного городского транспорта в пользу электрического. Документ предусматривает стимулирование использования экологически более чистых видов транспорта, в частности электромобилей, общественного электрического транспорта, метро, трамваев, троллейбусов, электробусов. Также планируется стимулировать горожан перейти на велосипеды путем развития систем общественного проката велосипедов. Такая необходимость обусловлена большой загрязненностью воздуха мегаполисов. Ведь, согласно данным транспортной стратегии, 90-95% выбросов загрязняющих веществ в воздух городов приходится на автомобильный транспорт. Причем, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает высокое место в мире по уровню смертности на душу населения, связанной как раз с загрязнением атмосферного воздуха, 120 человек на стату от жителей в год. Это при том, что городской электротранспорт имеется в каждом областном городе Украины, кроме Закарпатья, а также еще в 35 городах. Исторически сложилось так, что преимущество в развитии электротранспорта предоставлялось городам-миллионникам, а также городам, которые имеют значительное загрязнение, рассказывает начальник Департамента коммунального транспорта Мининфраструктуры Виктор Гриценко. Однако, фактическое количество экологического транспорта явно не отвечает требованиям современности в связи с увеличением количества машин и урбанизации городов. К слову, проблема загрязненности воздуха присуща не только Украине, но и крупным городам по всему миру. Поэтому уже сейчас некоторые страны постепенно переходят на общественный электротранспорт, отказываясь от двигателей внутреннего сгорания. Украина пока в начале пути. Ведь обеспечить украинские города исключительно электротранспортом, мягко говоря, не очень дешево. К тому же, прежде чем покупать электробусы необходимо обновить устаревший парк троллейбусов, трамваев и метро. По словам Гриценко, имеющийся парк городского электрического транспорта Украины почти полностью физически изношен и требует обновления. На балансе предприятий находится более 6000 единиц подвижного состава электрического транспорта. В частности, трамвайных вагонов – 2278, троллейбусов – 2929, вагонов метрополитена – 1180 единиц. В среднем исчерпали нормативный срок эксплуатации и требуют замены 87%. Это трамвайные вагоны – 96%, троллейбусы – 76%, вагоны метрополитена – 80%, сообщил он. Для сравнения, в 1991 году парк трамваев и троллейбусов насчитывал 12,3 тысячи единиц. При этом доля изношенного подвижного состава от общего количества составляла лишь 27%. То есть за 25 лет парк подвижного состава сократился на 51%. Не в лучшем состоянии трамвайные пути, контактные линии трамвайных и троллейбусных сетей. Поэтому, чтобы полностью перейти на электротранспорт, нужно инвестировать существенные средства, которых на данный момент страна не имеет. Например, чтобы обновить весь парк трамваев по Украине понадобится, примерно, около 3 миллиардов долларов. Это существенные инвестиции, а таких средств в масштабах страны нет, считает Гриценко. Лидеры-аутсайдеры вместе с тем, много украинских городов не хотят мириться с таким положением вещей и активно занимаются обновлением существующего коммунального транспорта. В этом вопросе украинским городам помогают европейцы. Так, Мини-инфраструктура совместно с Минфином и органами местного самоуправления 11 городов реализует проект Европейского инвестиционного банка «Городской общественный транспорт Украины». Он направлен на обновление парка троллейбусов, трамваев, автобусов и метро, а также развитие инфраструктуры, замены тяговых подстанций, установление современных систем оплаты проезда и ДР. В течение трех лет на эти цели предусмотрено привлечение кредитных средств и ИП и ИБР, около 400 миллионов евро. Например, в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины», «Львов» планирует купить 35 троллейбусов, 10 трамваев, построить трамвайную и троллейбусную линии. Уже в следующем году город планирует получить трамвай. Мы этот проект разрабатываем с Европейским инвестиционным банком уже более трех лет. Зная динамику, которая есть, наверняка эта техника придет после 2020 года. Также, этот кредит город может получить под государственные гарантии, сроком на 2022 года. А когда кто-то дает кредит на 2022 года, это уже не кредит, это инвестиция, сказал председатель городского совета Львова Андрей Садовый после принятия соответствующего решения на сессии Рады. Пока Львов только планирует воспользоваться программой «Городской общественный транспорт Украины», в прошлом году Одесса за кредитные средства уже закупила 47 троллейбусов, обновив парк на 28%. Кроме этого, за собственные средства Одесса капитально отремонтировала семь трамваев. Коммунальное предприятие АМЕД провело капитальный ремонт с переоборудованием в частично низкопольные семь трамвайных вагонов, приобретенных за счет средств бюджета города, сообщили униан в пресс-службе Одесского городского совета. Останавливаться на достигнутом город не собирается. В конце марта «Горсовет» принял программу развития электротранспорта на 2019-2021 годы. Она предусматривает покупку 67 новых трамваев, 14 электробусов и модернизацию инфраструктуры. Источниками финансирования будут городской бюджет, а также кредитные средства Европейского инвестиционного банка. При этом ключевым пунктом программы является реконструкция инфраструктуры и закупка нового подвижного состава для запуска магистрального трамвайного маршрута «Север-Юг». Также, в рамках европейской программы городской общественный транспорт Украины, в 2018 году на 90% обновился парк троллейбусов Кременчуга, Полтавская область, который приобрел 40 единиц техники. В текущем году город планирует закупить еще 10 единиц троллейбусов. Стоит отметить, что в городе это только один вид коммунального транспорта и ежедневно по улицам города курсирует 45 единиц техники. Как сообщили униан в пресс-службе горсовета, уже в 2019 году Кременчуг будет иметь 50 новых троллейбусов и полностью обновит коммунальный транспорт. Города равно и Кривой Рог за счет программы городской общественный транспорт Украины закупили 10,8 троллейбусов соответственно, обновив парк на 10%. За счет кредитной программы, в 2019 году стремится обновить коммунальный парк и Харьков. И это несмотря на то, что в прошлом году город вообще не покупал электротранспорт. В текущем году городская власть планирует закупить 57 троллейбусов и 35 вагонов метрополитена. Переподит от кредитных средств ИИП и городу Сумы. В течение трех лет местные власти получат 4 миллиона евро на покупку 22 троллейбусов. Учитывая, что на балансе коммунального предприятия «Электроавтотранс» находится 71 троллейбус, то обновление парка составит более 30%. Северная жемчужина Украины, город Чернигов также вовлечен в программы ИИП и ИБР по обновлению коммунального транспорта. В общем, европейские кредиторы планируют выделить городу 10 миллионов евро на закупку 56 троллейбусов. Согласно данным Миниинфраструктуры уже в этом году городские власти Чернигова должны объявить тендер на покупку 40 троллейбусов. Кроме того, как обозначили униан в пресс-службе городского совета, в бюджете города на 2019 год заложены еще 30 миллионов гривен собственных средств на приобретение подвижного состава троллейбусов. За эти деньги можно купить 6 единиц транспорта. Именно такое количество новых троллейбусов коммунальное предприятие Черниговское троллейбусное управление приобрело в 2018 году на эту сумму. Таким образом, в ближайшем будущем горожане почувствуют положительные изменения. Ведь, со 106 единиц троллейбусов, которые находятся на балансе коммунального предприятия, будет обновлено более половины. Благодаря европейской программе и городской общественный транспорт Украины обновят свой парк электротранспорта и еще ряд городов. Так, по 40 новых троллейбусов намерены приобрести такие города, как Белая Церковь, Житомир, Винница, Ивано-Франковск, Николаев, Черновцы. А Луцкой Запорожье за счет кредитных средств приобретут чуть меньше 30 и 25 троллейбусов соответственно. Следует отметить, что в Запорожье активно развиваются электротранспорты на собственные средства. Как сообщили в пресс-службе Горсовета города, в 2018 году было закуплено 12 БУ-трамваев из ЕС. В этом году планируется отремонтировать 2 и закупить 12 БУ-трамваев и 9 троллейбусов из ЕС, а также 5 новых троллейбусов, отметили в Горсовете. Старается не отставать от темпов обновления транспорта Кропивницкий. В 2018 году город приобрел 5 троллейбусов, а в 2019 году планируется купить еще 6 троллейбусов. Активно развитием электротранспорта занимается и прифронтовой Краматорск. В прошлом году было закуплено 4 троллейбуса, а в 2019 году планируется еще 5. Полтава, в отличие от Краматорска, не закупала коммунальный электротранспорт в 2018 году. Однако, власти города намерены исправиться и в текущем году приобрести 7 троллейбусов, на что в бюджете заложено 42 миллиона гривен. За счет собственных средств обновляет транспортный парк Херсон, который в 2018 году приобрел 4 новых троллейбуса марки «Богдан», а в 2019 году планирует приобрести 2 БУ троллейбуса марки «Скада». Масштабные планы имеет столица Украины, город Киев. В 2018 году столичный парк пополнился 18 трамваями, а в этом году за счет бюджета закупят 13 троллейбусов. Кроме этого, за счет программы ИПИБР планируется приобрести 17 трамвайных вагонов и оборудование для фуникулера. Однако, как уверяют в КГГА это только начало, согласно целевой программе развития транспортной инфраструктуры Киева, город планирует закупить более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за 5 лет должно быть больше двух десятков. Общий бюджет программы, рассчитанный на 5 лет, составляет 76,4 миллиарда гривен. Большую часть, 69,8 миллиарда гривен, будет финансировать город. Остальную сумму планируется получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов, отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников. Недостижимые электроавтобусы вместе с обновлением существующего парка, некоторые города вообще планируют полностью перейти на электротранспорт. В авангарде, Львов, который поставил перед собой цель за два года отказаться от маршруток и перейти на городской электротранспорт. Такие амбициозные планы утвердили депутаты Львовского городского совета весной 2018 года, поддержав электронную петицию граждан. Уже сейчас по улицам города курсирует один электроавтобус украинского производства, концерн Электрон. Первый в Украине электробус Электрон Е19101 вместимостью 100 пассажиров и с запасом хода 200 километров вышел на улицы Львова еще в 2015 году. Похвастаться появлением общественного электробуса может и Киев. Так, в конце 2018 года на маршруте номер 599 появился первый электробус китайской фирмы «Скл». Причем появление электробуса стало возможным благодаря частной компании, а не коммунальной. Его арендовал перевозчик Транс-Сити. Очень скоро электроавтобусом смогут проехаться жители Одессы. В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что в 2018 году в городе появился первый электробус. После получения технических условий он выйдет на улицы. Была проведена модернизация троллейбуса с КД-21ТР путем обновления салона, установки нового электромотора и аккумуляторов. Экспериментальный автобус проходит технические испытания. После получения технических условий, коммунальное предприятие Одессагроэлектротранс планирует проводить ежемесячно по одному капитальному ремонту с переоборудованием троллейбусных машин в электробусы. Притом, на основе новых кузовов. Всего ожидаем 14 электробусов, говорится в сообщении. Правда, как отметили в горсовете, о полном отказе от автобусов с ДВС пока не говорится. Появление электроавтобусов ожидает в Житомире. Не так давно, жители города поддержали петицию об отказе от маршрутных такси и переходе на электроавтобусы и троллейбусы. В ответ городской совет сообщил, что совместно со специалистами немецкого общества международного сотрудничества, Дарнер Чонсультинг и привлечением общественности проводится утверждение плана устойчивой городской мобильности. Указанный план предусматривает мероприятие по переходу на экологически чистый электротранспорт. Таким образом жителям остается только ждать. Правда, неизвестно сколько. Отказаться от маршруток в течение двух лет планируют в Тернополе. Ожидается, что уже к 2020 году в городе будет один коммунальный перевозчик. Для этого власти Тернополя готовится закупить 120 больших автобусов на 80-100 мест. Конечно, это не электротранспорт, однако автобусы должны быть достаточно экологичными. Дело в том, что они будут работать на газе, что должно снизить вредные выбросы в атмосферу. Также, как сообщили Уняны в городском совете Луцка, город планирует в ближайшей перспективе постепенно заменить общественный транспорт с ДВС в центральной части города на троллейбусы. Однако, не все города имеют такие амбициозные планы по замене обычных автобусов на электробусы. Униан разослал запросы во все местные советы с вопросом о планах отказаться от использования транспорта с ДВС для перевозки пассажиров. Но, большинство ответили, что такое мероприятие пока не планируется. Конечно, в первую очередь это связано с нехваткой средств. Ведь, учитывая, что на Украине существующая инфраструктура требует обновления, на все денег не хватит. На то, чтобы полностью перейти на электротранспорт, нужно инвестировать существенные средства. Поэтому города видят, что за те средства, что имеют, не смогут купить больше троллейбусов или трамваев, считает Гриценко. Кроме того, покупку электроавтобусов сдерживает их цена, они дороже, чем обычные автобусы. Вообще за электротранспортом будущее, в частности электробусами. Однако, сегодня они достаточно дорогие, если сравнивать с автобусами или троллейбусами. В двух-трех раза дороже. Например, китайский электробус обойдется минимум в 200 тысяч долларов. А если взять польские, 300-450 тысяч долларов. Все зависит от батареи, дальности хода, отметил Гриценко. Перспектива отказа от автобусов с двигателем внутреннего сгорания далеко в украинских реалиях еще и потому, что нужно доэксплуатировать имеющиеся и новые автобусы. Только город Киев в этом году планирует купить 113 автобусов. Мировые тенденции попытки некоторых украинских городов перейти на коммунальный электротранспорт. Это попытка присоединиться к мировым тенденциям. Так, транспортная политика ЕС поставила задачу сократить наполовину использования автомобилей на традиционных видах топлива в городах до 2030 года. А уже к 2050 году полностью от них отказаться. Сегодня в мире на электричество переведен каждый третий автобус, более 386 тысяч автобусов, однако за 7 лет их количество увеличится до 1,2 миллиона. То есть электроавтобусы будут занимать 47% от всех муниципальных автобусов в мире. Такой прогноз дают аналитики в отчете Бламберг Неоэнергофинансии. Ожидается, что в авангарде перехода на электроавтобусы будет стоять вторая по экономическому потенциалу страна мира Китай. Китай будет возглавлять рынок электроавтобусов благодаря мощной внутренней поддержке и агрессивным целям развития городов, комментирует прогнозы автор отчета Александра Донован. Действительно, Китай уникальная страна. Например, недавно китайский город Шэньчжэнь заменил 100% обычных автобусов на автобусы с электрическими двигателями. Таким образом, Шэньчжэнь стал первым городом в мире с электрифицированным автобусным парком. По данным транспортного департамента города, электрическими двигателями обустроили 16,3 тысяч автобусов. Более того, местные власти взялись за такси, которые также переводятся на электрические двигатели. Сейчас на электротяге работает 62,5% такси. В департаменте отмечают, что в течение двух лет имеются планы перевести на электричество весь общественный транспорт. При условии таких темпов электрификации встает вопрос, где будет генерироваться электроэнергия. По словам руководителя сектора транспорта Бордо Владислава Притаманова, если она будет генерироваться из угля или газа, то острые экологические проблемы современности не будут решаться. Сама генерация А-энергии должна происходить за счет возобновляемых источников, отметил он. Однако, обеспечение электрического транспорта необходимой энергии для Китая не проблема, ведь в стране активно строятся солнечные электростанции. Сегодня доля возобновляемой энергетики в Китае составляет 35%. Причем к 2030 году китайцы планируют производить половину энергии при помощи возобновляемых ресурсов. Стараются не отставать от Китая и Индии. В частности, к 2030 году в стране планируют полностью перейти на электротранспорт, что должно позволить снизить зависимость Индии от поставок нефти. Переходят на электротранспорт и в Японии. По словам Притаманова новые проекты рассчитаны на ведущие, рельсовые маршруты или на электроавтобусы. Я провел 2017 год в Японии в качестве исследователей и познакомился с транспортной системой. Могу сказать, что городские перевозки в Токио, где развита сеть электрозапровок, переходят на электротранспорт. Нельзя сказать, что на 100%, потому что большая часть рынка – это частные перевозчики, у которых есть парк и они его доэксплуатируют. Но новые проекты рассчитаны на проводные, рельсовые виды электротранспорта или на электроавтобусы, отметил он. Также, к 2035 году в столице Эстонии планируют заменить весь подвижной состав общественного транспорта на электробусы. За этот период в Толинне планируют отказаться не только от дизельных автобусов, но и от троллейбусов. Еще дальше пошла Норвегия. Эта страна планирует с 2025 года перевести на электричество весь общественный транспорт, а также полностью запретить ввоз и продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Более того, правительство Норвегии решило не останавливаться лишь на наземных перевозках. По планам правительства, к 2040 году все внутренние рейсы в Норвегии должны осуществляться электросамолетами. Конечно, для Украины планы Норвегии выглядят фантастическими. Однако, не стоит опускать руки. Нужно не отставать от мировых трендов развития транспортной отрасли. Уже через несколько десятилетий некоторые страны полностью откажутся от бензинового и дизельного транспорта в связи с высоким уровнем загрязненности. Украина тоже заявила такое намерение. Однако, вряд ли, украинские автовладельцы откажутся от своих бензиновых лошадей до 2030 года. Поэтому власти городов должны быть примером, а переход на общественный электротранспорт станет первым шагом к отказу от двигателей внутреннего сгорания. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...